Два года прошло с того момента, когда на основании неконституционного плебисцита и с помощью вежливых вооруженных до зубов людей Россия присоединила к себе Крым. Подавляющее большинство стран не признает законность этого действия, но это де юре. Де факто никто не хотел воевать с Россией из-за полуострова в Черном море. Зато ввели санкции против Москвы. Вместе с глобальным падением цен на нефть это подточило российскую экономику. Впрочем, патриотически настроенный электорат пока готов терпеть. Триколоры на праздничных улицах увидел Николай Старобахин. Во главе колонны люди в камуфляже, словно символ Крыма двух последних лет. Впрочем, на праздничное шествие по улицам Севастополя минувшим днем вышли тысячи людей. В военном и в штатском, с плакатами и с детьми. В пятницу вся республика отмечала годовщину присоединения к России. Этот день в Крыму объявили выходным, чтобы ничего не мешало людям пойти на митинг или на концерт. Жителей республики поздравил и Владимир Путин. Глава государства провел день на острове Тузла, где лично инспектировал строительство моста. Через два года он, наконец, соединит Крым с остальной Россией. Я поздравляю вас с масштабной большой стройки мостового перехода в Керчь. И это будет еще одним символом нашего единства и с Крымом, и с Севастополем. От Камчатки до Санкт-Петербурга праздничные акции в честь присоединения Крыма проходят по всей стране. И самое массовое здесь, в Москве. На Васильевском спуске собрались десятки тысяч человек. Кажется, если и отмечать в России праздник народного единства, то именно в этот день со сцены выступают представители всех парламентских фракций. И правящая партия, и те, что называются оппозицией. А речи одинаковы. По сути, повторяют уже знаменитое путинское. Вернулся в родную гавань. Другие руки, и в дальний путь на долгие годы. МВД насчитало на митинге 100 тысяч человек. Может, и преувеличение, но людей вправду немало. Кто-то слушает речи, а кто просто танцует. То ли от радости, то ли от холода. Мартовская погода непостоянна. Солнце сменяет метель. А рядом фотографируются суровые мужчины. Профсоюз Национальной службы безопасности. Те самые вежливые люди. Предвестники крымской весны. Крым был, есть и всегда будет российским. Там русский народ живет. Его никто не заставит перейти на украинский язык. Он корнями живет в России, этот народ. Это наши родные люди. Мы должны их поддерживать. Солидарны быть с этим народом мы. Я подойдет России по этому празднику. Крым, наверное, исконно русская земля. И то, что его когда-то отдали Украине, я считаю, это неправильно. И сейчас хорошо, что Владимир Владимирович сделал это дело и вернул часть Российской империи. Два года. Крымское летоисчисление в 2014-м обнулилось. Новая страна, новые законы, новая власть. Местные чиновники теперь обещают светлое будущее. А то, что настоящее не слишком радужно, так этому объяснение простое. 23 года Крым не был российским. Жизнь налаживается. Вот если мы откинем социально-бытовые трудности, которые объективно существуют, я еще раз говорю, их очень активно создают. Если мы откидываем социально-бытовые, лучше потому, что перспектива. Эти два года для республики действительно получились непростыми. Транспортная, водная и энергоблокада со стороны Киева. На полуострове не работало электричество, отключены были и банкоматы. Но к этим трудностям перехода местные жители относились спокойно. У нас оно идет так. Три часа свет есть, шесть часов нет. Мы будем ходить друг к другу в гости. В каком районе есть свет, мы туда приедем в гости. Среди недовольных в республике – крымские татары. Обещания российской власти их не убеждают. Аресты и обыски пугают. Крымско-татарский меджлис, национальное собрание, планируют объявить экстремистской организацией. Представители меджлиса говорят про сотни нарушений прав человека и просят помощи у стран Запада. Для крымских татар поменялось все. Они были свободными людьми, а стали жителями ГУЛАГа. Когда нет вышек, нет заборов. Но есть полное ощущение страха и абсолютно беззащитности. Людей оскорбляют на улицах, унижают на работе, унижают везде. Это такое гибридное гетто, как я его называю. Гетто 21 века. Крымская весна два года спустя выглядит, как погода весны московской. И солнце, и метель. Россия вроде бы вернула себе статус великой державы, а теперь под санкциями и со стагнирующей экономикой. Крым вроде бы счастлив, но первое, что получил от России – московские цены. Владимир Путин приобрел колоссальную внутреннюю поддержку, а в международной политике стал чуть ли не изгоем. Это имперская территория, и присоединение ее мягко вписалось в так называемое чувство восстановления великой державы, которое считается, согласно социологическим опросам, наибольшим достижением Путина за последние годы. В этом смысле власти есть, что праздновать, безусловно. Людям, может быть, они об этом не подозревают, праздновать особо нечего. Провластные политики и политологи убеждают сограждан поехать в Крым и помочь всероссийской здравнице своим скромным семейным бюджетам. Но по большому счету за присоединение республики и так уже платит вся страна. Бывший министр финансов Алексей Кудрин оценил общие сдержки России от этого шага в 200 миллиардов долларов за 10 лет. Но, видимо, людей это устраивает. Рейтинг Владимира Путина после присоединения вырос до рекордных размеров. Политические победы, пусть даже такие, в глазах избирателей перевешивают экономические потери. Впору назвать это эффектом Крыма. Николай Страбахин, Дмитрий Гусев, Артевяй, Москва.